Владелец Толского кота может стать акционером аэрофлота. Владелец Толского кота может стать акционером аэрофлота 10.25.18.2019 года. Обновлено. 10.34.18.2019 года. Официальная страница Михаила Галинова. Facebook. Виктор. Официальная страница Михаила Галинова. Facebook. Код Виктор. Архивное фото. Владивосток. 18.00 Ария новости. Михаил Галин, владелец Толского кота, которого не хотели пускать в салон самолета на рейсе аэрофлота, сообщил РИА новости, что одна из компаний предложила ему стать акционером авиакомпании и он решил принять такое предложение. Предложение стать акционером аэрофлота поступило от одной из компаний, и я решил его принять, сказал Галин. Он добавил, что воспользуется этим предложением чуть позже, так как сейчас совершенно нет времени. 15 ноября, 19.32 акценты. Бро. Не багаж. Коты в России больше, чем в других местах страх, горькая обида, озарение, хитрость, преодоление. И счастливый, почти, финал. Разыгравшийся на российских авиалиниях драма была бы достойна пира Шекспира. Если бы среди котов нашелся свой Шекспир. За неимением такового за дело взялся Рунит. Ранее Галин написал в Facebook, что перевозчик потребовал сдать его питомца кота Виктора в багаж, так как его вес превышал установленные нормы. Кота не пускали в салон даже за дополнительную плату. Тогда пассажир прибег к хитрости. При досмотре он показал другое животное и получил посадочный талон, по которому полетел Виктор. За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности. Мили, накопленные за время его участия в программе, будут аннулированы, а счет участника закрыт, отметили в аэрофлоте. Эта история вызвала общественный резонанс. Галин также обратился с предложением к авиакомпании перечислить его бонусные мили, накопленные за 14 лет всего 370 тысяч миль на благотворительность. Гадин сообщил РИА Новости, что считается в решении отправить накопленные за 14 лет 370 тысяч баллов на благотворительность. Правильным. По его мнению, вся шумиха вокруг этой истории может вырасти до решения важных вопросов. Посмотреть эту публикацию в Instagram. Емый жирный кот. Авиакомпания Аэрофлот аннулировала бонусные мили пассажира, нарушившего правила перевозки животных и взявшего с собой на борт кота весом более 8 килограммов. Дело в том, что во время регистрации пассажир заменил своего крупногабаритного питомца на более легкого, чтобы не сдавать его в багаж. Подмена прошла успешно и счастливый кот и его хозяин отправились во Владивосток один классом. Все бы так и остались счастливыми, если бы хозяин не решил опубликовать пост в Instagram с подробностями обмана. Аэрофлот отреагировал мгновенно. Слышали эту историю? Что думаете? Емый толстый кот. Аэрофлот. Аэрофлот бронебагаж. Публикация от полет на самолете. Питер. Собака Питер Палет. 15 ноя 2019 в 12.32. П.С.Т. Пусть я немножко и пострадал от скандала с перевозкой кота, но благодаря этому информационному потоку, кроме хайпо, были подняты и важные вопросы. Ряд из них может получить законодательное продолжение, и если оно будет реализовано, то я не пожалею о том, что все получила такую огласку, сказал владелец кота. Он добавил, что в стране есть много архаичных законов и правил, которые должны улучшаться. Они, правила, должны быть ориентированы в сторону клиента. У нас просто существует практика крупных организаций монополистов, которые абсолютно не заинтересованы в том, чтобы улучшать свой сервис. Сейчас мы столкнулись с такой ситуацией, когда в 2017 году регуляторам были отменены правила, общие для всех перевозчиков, по провозу до 8 килограммов. Авиаперевозчики получили право установить свои нормы. Например, Юте, потому что находился на сложном для него конкурентном рынке, они сделали 10 килограммов провоза. То есть этот вес в 10 килограммов, который был у Виктора вместе с переноской, возможен, это безопасно и удовлетворяет всем правилам, отметил Галин. Владелец толстого кота рассказал о самочувствии Виктора. Кот немного устал от такого большого внимания, сказал Михаил. Самому владельцу удается поспать от силы пару часов. После этой истории с толстым котом в ГД просят Минтранс изменить правила перевозки животных. Посмотреть эту публикацию в Instagram. Из-за кота Виктора в Аэрофлоте напомнили правила перевозки животных пассажиры могут брать в салон самолета домашних животных. Однако Аэрофлот рекомендует сначала ознакомиться с правилами. 13 ноября сообщает пресс-служба компании, комментируя инцидент с пассажиром Михаилом Галином и его котом Виктором, которого из-за веса они пустили на борт. Общее правило, которых придерживаются все перевозчики, требует от пассажиров заранее уведомить компанию о намерении провести животное с собой, не менее, чем за 48 часов до вылета. Это можно сделать, обратившись в офис, контактный центр авиакомпании или же при оформлении билета на сайте. Компания может отказать в перевозке, если заявка не была подана заранее. Также взять с собой не получится питомца, если квоты на перевозку животных на данном рейсе уже выбраны. Например, С-7 позволяет на одном рейсе провозить в багаже всего трех животных, в салоне – двух, если в самолете не обогреваемый багажный отсок или же существуют ограничения на провоз данной породы и типа животного. Обязательно прохождение ветконтроля в аэропорту вылета. Чтобы успеть пройти все процедуры, пассажирам с животными рекомендуется прибыть в аэропорт заблаговременно, за 2-3 часа до вылета. Напомним, пассажир аэрофлота Михаил Галин, участник программы «Лояльности», рассказал на своей странице в Facebook, как он путешествовал с котом Виктором. На стойке регистрации на рейс сотрудница обратила внимание на пышные формы кота и заставила взвесить его. Вес был 10,7 килограмма, а по нормам аэрофлота вес животного с переноской должен быть 8 килограммов. Михаил сдал билет и отправился домой, а в соцсетях попросил откликнуться и найти похожего кота с меньшей массой тела. Он взял псевдо Виктора и едет в аэропорт, где получает необходимые проездные документы. Позже меняет кота на своего Виктора и отправляется в путь. Его историю увидели сотрудники аэрофлота и вердикт был Суров наказать. Его лишили карты участника аэрофлот-бонусы всех накопленных милей. Их у Михаила было 370 тысяч ЕКВ. Бронебагаж Виктор Летай ПОПРАВУ ПРЕСС Новости и новости с Паэрофлот Публикация от ПОПРАВУ ДОТ ПРЕСС Собака по праву ПРЕСС 15 ноя 2019 в 12.5 ПСТ ПОПРАВУ ДОТ ПРЕСС